Канечева, самураи! Это реакт. Ой, тьфу, это реакт, говорю, это айтилик без источилы. Мы рассматриваем здесь различные темы, такое, в режиме подкаста, то есть на меня особо не смотрите, к тому же картинка трясется, можете просто слушать. Идя домой, слушайте, идя нам на пробежку, знайте, что под видео есть ссылки, где можно послушать, там, на музыкальных сервисах этот, как подкаст, и немножко прокачаться, дополнительно, получив информацию, расширив кругозор, потому что это важно. И что? Летим, короче. Сегодня говорим про масштабирование. То есть вообще, да, ну, я хотел про базы данных начать записывать урок, такой, ну, мини-ликбез. И, соответственно, коснулся этой темы и понимаю, что прежде чем перейти к базам данных, нужно сначала рассказать вообще про масштабирование. Ну, что такое масштабирование? Это масштабирование системы, это когда у нас там чего-то мало, ну, например, мало пользователей нашей системы, и, соответственно, у нас там на одном компьютере, сервере, условно, все это крутится. Но пользователи растут, 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 да, представьте, что, как там, Зукерберг социальную сеть свою писал, украв идею, да, у братьев, как их, братья, не помню, как тебе братья, но неважно, и пишет свою сеть пользователей, ну, там, мало пользователей, а потом резко умножается на два, потому что другой универ подключили, потом резко на четыре, потом резко там на, и резко в миллионы, да, в миллионы пользователей. И вот, да, то есть, блин, масштабирование системы, это, значит, адаптация твоей, простите, адаптация твоей программы, твоего сервака, твоего приложения под большие нагрузки. И вот раньше, раньше, ну, во-первых, раньше таких понятий особо не было, больших нагрузок, потому что, ну, интернет был не так развит, но раньше, это когда, там, 10 лет, 13 назад, да, ну, оно только зарождало, 13-15 лет назад, скажем так, 10 лет назад оно уже начинало все проникать, зарождаться, придумываются инструментарии и так далее. Вот примерно, да, вот в те моменты возвращаемся, и вот там вот люди столкнулись с такой проблемой. То есть, окей, нагрузка резко возрастает, что делать? Вот, да, представьте, у вас есть сервак, на нем крутится ваш сервис, ваш сайт, да, назовем простым языком. Пользователей резко увеличивается, ну, не резко, завтра увеличивается, посудатор увеличивается, постепенно увеличивается, да, маркетологи потихоньку работают, потихоньку нагрузка растет. Что будем делать? Самый простой вариант, это так называемое вертикальное масштабирование. Что такое вертикальное масштабирование? Это когда мы просто, условно говоря, нашу машину, да, превращаем, ну, условно говоря, в вертикальную башню. То есть, мы ее накачиваем, мы ее накачиваем железом, накачиваем новым процессором, накачиваем новой оперативной, дополнительной оперативной памятью, да, там, прокачиваем жесткий диск, там, SSD и так далее. То есть, прокачиваем, ну, условно говоря, распираем ее в высоту, башня строится. То есть наш компьютер, наш сервачок становится таким большим, мощным. Ну, неплохо, удобно. Ну, вообще-то суперудобно. То есть, по сути, ты написал программу, и ты вообще ни о чем не паришься. У тебя просто программка, она работает у тебя на компьютере разработчика, и она же также работает на компьютере, на сервере. Сервер просто помощнее, потому что пользователей больше. Соответственно, очень удобно. У тебя есть одна программка, монолитная, так называемая программка. Это ее просто хреньяк на сервак, и сервак работает. То же самое база данных. База данных есть хреньяк на другой сервак, она там работает да ну да вот если так упрощенно но в чем проблема в том проблема что вертикально это вот башня когда помните там какую башню строили вавилонскую там или какую которая высоко-высоко а потом все-таки разрушилась просто устойчивость естественно не могу скажем устойчивость прям хромает если прокачивать супер много крутое железо ставить но вопрос том что крутое железо она не бесконечная бесконечно есть более крутое железо чем то который у тебя сейчас и ценник растет ребят непропорционально условно говоря планка оперативной памяти 8 гигабайт стоит например 10 долларов 16 гигабайт может стоить не 20 не два раза дороже а например даже в два раза дешевле например 15 долларов то есть выгодно да и мы такие блин зачем нам брать 8 и 8 когда лучше возьмем 16 окей взяли 16 а потом берем 32 а я 32 уже гляньте 32 уже в два раза дороже то есть как бы нет разницы брать 16 16 или 32 окей а потом 64 блин а 64 стоит в 4 раза дороже какого фига стой так лучше взять 2 по 32 ой блин а 2 по 32 возьмем а их некуда нету слотов не хватает блин придется брать 64 блин а если нам понадобится больше если мы хотим еще вертикально масштабировать мы такие ну ничего как бы справимся блин 128 надо брать планку ёпыр ст куда во первых старые девать планки продавать по дешевке 288 стоит вообще просто там в 10 раз дороже почему потому что производство вот такого оборудования да есть определенные там пределы скажем так до определенного предела цена разработки скажем так 1 мало того она даже скажем так удешевляется если там берешь там прирост какой-то потом удорожается потому что тяжело очень там эти транзисторы микро нанотехнологии на плату вместить там нужно кучи этого даражане колоссально идет соответственно вертикально масштабирование она очень дорогое и она имеет все но свой потолок давно прямо потолок который пробить который чтобы пробить нужно который даже не знаю как пробить потому что может по даже пробит нельзя потому что его тупо нет даже лежи железя к новых нету ждешь пока там� разработчики процессора новый процессор выпустят а у тебя прям пользователей растут тебе прямо сейчас нужно да как то эту тему апгрейдить, и ты такой сидишь, это твой мощный суперкомпьютер такой стоит, одинокий, и не справляется с нагрузкой, и ты не знаешь, что делать. Аналогичная ситуация, например, с тем, когда вам нагрузка нужна временная, определенная на какое-то время, условно говоря, тебе нужна нагрузка на Новый год, у тебя сервис по отправке открыток, открытки каждый день отправляют по 10, по 100 тысяч открыток каждый день, да, мировой сервис такой, а на Новый год отправляют миллиард открыток, то есть у тебя сервис должен быть мощнее, чем тот, который в течение года, там, в тысячу раз мощнее, ну, или там, больше, сколько, там, умножь, 10 тысяч раз мощнее, и ты такой, блин, нам что ради этих трех дней покупать суперпроцессоры, супероперативную память, а потом это купим, проинвестируем бабло, но потом нам это все будет не нужно, да, и тут условно говоря, ну, не знаю, в аренду там сервер взять, чтобы, ну, как сервер в аренду взял, то есть железо, железо комплектующий, ну, короче, ну, гемор, да, и плюс, опять же, все равно, первично это, наверное, потолок, который, вот, потолок, который никуда не деть, ну, и все-таки железо тоже имеет значение, потому что вертикально масштабировать сложно, ограничения. Какое еще масштабирование есть? Вертикальное вверх, башню строим, и, правильно, небольшие, невысокие домики, горизонтальное масштабирование, то есть, что лучше, собрать суперкомпьютер мощностью, условно, там, каких-то 100 единиц, или собрать 10 компьютеров мощностью по 10 единиц, что дешевле? Вот именно, что оказывается, что дешевле, да, ставить 10 этих, 10 компьютеров, слабеньких, да, но объединенных, условно говоря, какой-то в один организм, горизонтальное масштабирование, и благодаря этому мы легко можем добавлять новые компьютеры, да, представьте, даже бэушные, там, которые списывают, условно говоря, откуда-то сервера там списывают, какие-то компании, которые вертикально масштабировались, и вы их по дешевке закупаете, ставите уже дешевые себе эти сервера, ну, горизонтальную такую ферму строите, скажем так, и ваша нагрузка распределяется балансировщиком равномерно по этим всем серверам, таким образом мы масштабируемся горизонтально, если нам нужно больше ресурсов, мы ставим дополнительный сервачок, они дешево стоят, и нет потолка, да, нет предела, то есть сколько нам мощности не надо, столько мы и поставим этих компьютеров, объединив их в сеть, и по сути они все будут работать как один организм. Круто-круто, но какие есть тут нюансы, какие есть сложности? Ну, во-первых, работа как единого организма, вот этой распределенной системы, которая распределенная лежит на разных участках. То есть, да, это надо, чтобы написать такой софт, который будет работать на разных компах, как на одном целом, надо заморочиться, надо постараться. То есть, это немножко больше, да, больше гемора, прилично больше гемора, я бы даже так сказал. Но этот гемор он оправдан, да, если ты понимаешь, что твое приложение растет, будет расти, то есть по-другому нельзя, да, вертикальное масштабирование полностью отметаем, как уже что-то, что в принципе вообще не имеет смысла. Остается горизонтальное масштабирование, много-много-много компов. Соответственно, да, поэтому начинают появляться такие подходы, как микросервисы, когда мы на этих разных компах ставим различные микросервисы, все между собой, это бэкэн, да, бэкэн, монолитные дробицы на микросервисы, и они как одно целое работают между собой. Отсюда, да, появились, например, базы данных, эти объектные базы данных в том числе, потому что шардирование, да, как бы размножение частей различных данных по разным компам сделать проще, когда, ну, база именно документная. Об этом мы поговорим в следующем выпуске, что такое документные базы данных, там SQL и NoSQL, в общем, два таких противоборствующих лагеря, скажем так. Так, потом, о чем еще можно рассказать вам будет, ну, то есть балансировщик, ну, подумай о чем рассказать, просто помните, да, что вертикальное масштабирование, горизонтальное, а, вот, да, про тот случай с открытками, то есть когда нам в Новый год нужно много, нужно много, много мощностей, что делать? Такая же ситуация на Новый год, да, у нас 10 компов обслуживает наш сервис, на Новый год надо в тысячу раз больше, мы ставим тысячу компов, тоже скажете, да, блин, ну, а потом, куда тысячу этих компов деть, когда Новый год заканчивается, то есть нам что, взять в аренду? Ну, вариант, да, если у нас ПО так написано, то, в принципе, даже взяли в аренду, там, нажали пару кнопок, оно у вас, как бы, как вирус разошелся по всем компам, и ваше приложение стало более устойчивым. О, вот, да, отказоустойчивость, кстати говоря, повышается. Так, представьте, у вас один суперкомпьютер, который все тащит, если с ним что случилось, бабах, все вышло из строя, а когда у вас такая горизонтальная сеть, то вы, да, условно говоря, один узел заменяет другой узел, и вы можете так еще легче, да, репликацию эту делать, короче, отказоустойчивость повышается, скажем так, потому что узлов у вас много, ваша система распределена, ее не так просто повалить, с одной стороны, с другой стороны, всегда есть другие стороны. Так вот, да, если на Новый год все-таки нам понадобилось много компов, что делать, да, а тут понимаем, что комп физически, это комп физически, мощность физическая, прям железяка, а есть же облака, облачные сервисы, да, смысл облачных сервисов какой? Стоит дофига-дофига мощных компьютеров, мощных компьютеров, серверов, и на этих мощных компьютерах, серверах тебе выделяют, условно говоря, маленькие виртуальные машины, скажем так, то есть тебе не дают физический компьютер, тебе дают виртуальную машину, сконфигурированную там на те мощности, которая тебе нужна. Естественно, да, опять же, упираемся также в потолок, то есть мы не можем там суперкомпьютер себе в суперкомпьютере развернуть суперкомпьютер, условно говоря. Мы в этом суперкомпьютере берем какую-то маленькую, как чтобы виртуальную машину, которая, условно, маленькая, которая делает какие-то классные штуки. Если нам надо еще мощности, то мы еще таких виртуалочек бесконечно можем раскрывать. И, соответственно, благодаря облачным этим сервисам, амазоновским клаудам, Asia от Microsoft, гугловские, ну, короче, их много этих облачных сервисов, мы можем по потребности кнопочкой нажать, тык-тык-тык сказать, мне нужны срочно виртуальные машины, они бах-бах-бах-бах развернулись, на них сразу образ, короче, виртуальные машины, докер, образ, ну, короче, об этом потом поговорим, все легло, и у тебя поднялись сервера твои личные. Ты платишь, да, только не физически за сервер платишь, а платишь за виртуальную эту машину. Но как только тебе они нужны, ты их на следующий день, через три дня, кнопочка остановить, ты их останавливаешь, и у тебя опять работают только твои 10 инстансов, 10 вот этих вот сервачков. И, соответственно, да, получается, благодаря тому, что у тебя система настроена на горизонтальное масштабирование, на горизонтальную распределенную работу, это горизонтальное масштабирование стало возможным. И ты можешь легко вот так вот пользоваться вот этой прелестью, например, облачных серверов. Вот как-то так, друзья. Запоминаем, да, вертикальное масштабирование, прокачка, условно говоря, одной машины вертикально вверх, то есть прокачка железа, процессоры, жесткие диски, оператива, там, что-то еще. И горизонтальное масштабирование, когда компы машины могут быть слабые, но они распределенные, и твоя система работает как одно целое. Вот как-то так, друзья. Думаю, было интересно. Если не знал этого, не слышал об этом, ставь лайк, напиши обязательно в комментарии, что не слышал про распределенные, про горизонтальное вертикальное масштабирование, не знал про облачные сервисы, такими хэштегами, чтобы развернутым комментом, пожалуйста, чтобы помочь ранжироваться этому видео. Спасибо, друзья, большое за поддержку. Увидимся очень скоро. Летим!